С самого начала программы «Тысячи дворов» на Забайкальской земле вопрос того, что и как надо делать самый популярный. Во многих дворах асфальт не менялся по 50 лет. И, естественно, жители, когда видят, как ведутся работы, обращаются к нам в редакцию. Все понимают, в программу можно попасть один раз. Следующая возможность вполне может и не появиться. «Девять из десяти дворов, получается, отыграл подрядчик. Сроки, конечно же, не соблюдаются. Качество ставится под сомнение, потому что бордюрный камень рассыпается. Даже сейчас, когда еще он не эксплуатируется в полном объеме, имеется подозрение в том, что завышенные уровни идут. То есть бордюрный камень установлен не по технологии, то есть то, что мы видели. Мы, конечно, утверждать не можем, но визуально то, что мы видим, мы говорим. И нам, конечно, уже обращались и к главе города Ярилову, и к главе администрации города Сапожникову. Сегодня мы пишем письмо представителю ДФО, потому что программа федеральная, денежные средства очень большие, жители волнуются. На четыре двора подрядчик еще не заходил совсем». Проект предусматривает не только асфальтирование, но и установку многофункциональных комплексов, детские площадки, освещение. В пилотном регионе Хабаровском крае программа «Тысячи дворов» является образцовой. Во дворах действительно все сделано хорошо и отлично, но в Забайкальском крае снова что-то пошло не так. С подрядчиком найти общий язык у Совета района не получается. Общественники написали Юрию Трутневу о своих чаяниях, ждут ответа и реакции. Работы фактически проводит Августин Бадосян, известный реконструкцией парка угольщиков, который утонул в болоте. «Я бы хотела просто обратиться к руководителю комитета ЖКХ, тот, кто является подзаказчиком данных работ и будет их принимать в первую очередь, о том, чтобы они усилили контроль и строительный контроль, и какие-то экспертизы, если необходимо, заказали. Потому что, вы знаете, этот асфальт пришел сюда на многие годы, и мы должны за качество это отвечать. И еще бы хотела объяснить, что мы не просто какие-то люди случайные, мы действительно полноправный орган Совета общественности железнодорожного района. Нам, этим людям, смотреть в глаза жителям, нам за это качество тоже отвечать. Общественный контроль был и будет. И если действительно исправление вот этих ситуаций не произойдет, ну, мы будем просто обращаться во все инстанции. Мы должны защитить людей».